Друзья, всем привет! Материал, который вы сегодня увидите, снимался еще в начале декабря. Были определенные моменты, по которым я не мог его публиковать. Сейчас все вопросы решены и, соответственно, сегодня вы это видео посмотрите. Итак, Suzuki Grand Vitara, автомобиль 2008 года выпуска куплен у одного из официальных дилеров города Москвы, само собой, как полностью проверенный и с гарантией юридической чистоты. После покупки владелец поехал в ГАИ для того, чтобы зарегистрировать на себя автомобиль и ему сказали, что есть подозрение на изменение ВИН-номера. Само собой, покупатель не поверил, он посчитал, что его пытаются развести на деньги, что его пытаются обмануть, забрать у него автомобиль лишь по одной простой причине, что официальный дилер сказал, что с машиной все хорошо, показал все диагностические листы и заверил, что по юридической части автомобиль также полностью проверен. И для того, чтобы разобраться в этой ситуации, мы вместе с владельцем осмотрели его автомобиль. Вопрос по этой машине, в чем проблема? Этот автомобиль был продан официальным дилерам. Поехали к ГИБДД, ну и, соответственно, увидев сразу вот эти вот эти вот моменты, инспектор признал вот этот ВИН-номер вторичным. Он пришел к выводу, что вот эта вот, соответственно, панель снималась с автомобиля и ставилась. А вот эти обе таблички, вот эту и вон ту, он пишет о том, что там так интересно написано, что она соответствует вторичному ВИН-номеру на вот этой табличке. Нет. Вот. А про то, что это кустарный, не кустарный, заводской, он ничего не пишет. Что здесь происходило, я не понимаю до сих пор. Сейчас поймем. Да. План действий такой. Мы сейчас с вами снимем аккумулятор, демонтируем, снимем пластиковую накладку, снимем дворники, потому что нам нужно получить полный доступ ко всей маркируемой панели, посмотреть полностью тыльную сторону, места крепления панели, саму панель сзади, чтобы исключить какие-то врезки в варке, фрагментальные, частичные, полную замену панели и сами знаки. По панели видите, здесь две заводские точки идут, они заводские идеально, полка крыла, а вот где панель приварена, конкретно идет вырванная, высорленная точка. И опять же, смотрите, еще такой момент здесь, если мы говорили бы, например, о каком-то незаводском ремонте, да, но я имею в виду кузовном ремонте, заводской герметик идет, дальше идет заводская точка, здесь идет заводская формовка, даже покрашено все на заводе, вот заводские непрокрасы идут, все так, как должно быть. И я не вижу каких-то признаков, чтобы демонтировалась, например, полка крыла, и при этом, например, да, повредить панель вот в этом месте, не повредив полку крыла, просто невозможно. И если, например, бы даже допустить, что производился ремонт, здесь сделали все как на заводе, а здесь сделали все как в гаражах, так не бывает. Давайте по той стороне посмотрим. Точечка вырванная, а если посмотреть чуть выше, вот здесь вот идут заводские точки. То есть, опять же, полка крыла заводская, место крепления панели с ВИН-номером также повреждалось. И опять же, если по аналогии посмотреть, например, с водительской стороной опять же идет заводской герметик. Здесь, смотрите, кронштейн также прикреплен на заводе. Кронштейн, крепление крыла, полка вся заводская, заводской непрокрас идет. И по стакану, по опоре стойки амортизатора тоже не видно, чтобы здесь что-то высверливалось, что-то делалось. Посмотрите, я поддеваю, оттуда, видите, белая субстанция какая-то вываливается. То есть, да, вот это как раз и есть эпоксидка, либо какой-то клеящий состав, но это не герметик ни в коем случае. Сейчас почистил, как прям хорошо, так ярко и, скажем так, отчетливо видна точка. То есть, здесь очень как-то тяжело и проблематично придумать какую-то историю, почему это могло случиться, скажем так, исключив при этом замену панели. То есть, здесь вот эта вот вся история, это, как говорится, налицо сразу. Видите, здесь все даже проклеивать не стали, а просто ходит, вся ходуном ходит. Я здесь зачистил, убрал краску. Видите, вот эти вот полосочки две, плюс вот это вот, скажем так, пористость металла. То есть, мы видим, что вот на вот этом участке, где была точечная сварка заводская, здесь 100% было механическое воздействие, да, произведено. Потому что дальше фактура металла, она отличается, причем явно отличается. Внизу глянем вот это вот, ну тут уже смотри, не смотри, это как мертвому припарка. Здесь даже идут следы сварки. Вот видите, сама сварка вот в этом месте, вот прям по зеркалу идет. То есть, даже не то, чтобы точка вырвана, здесь ее в принципе нет. И вот эти вот как раз сюда капнули сваркой. Вот такая вот машина. Ну и дальше опять классика жанра. Опять отходит панель вот в этом месте. Причем он не просто отходит, здесь зазор, наверное, где-то... Очень большой. Три-четыре миллиметра это минимум внизу, и дальше вверх чуть ли не до сантиметра доходит зазор. То же самое, зарубки на металле, засечки. Вот этот момент, и еще раз уж мы о табличке заговорили, по табличке тоже видно, что на них идут следы механических повреждений. Видны следы краски. Здесь ее подкрасили более-менее ровно, здесь рука художника дрогнула и немного расплескали краску. То есть, таблички переставлялись, что вот эта табличка под стеклом, что маркировочная табличка, что панель. Кто-то ушатал просто свой автомобиль, да, просто втатал. Под заказ нашли автомобиль и все это выполнили. Я думаю, что, скорее всего, так и было. Эту машину именно сделали под конкретные документы, да, то есть была машина сильно битая, либо сгоревшая, либо утонувшая, что-то с ней случилось, и под документы дернули эту машину. Но проблема даже не в этом. Это нехорошо и неправильно воровать чужие машины, да, это сто процентов. Но здесь проблема еще другая. Проблема в том, что эта машина, по крайней мере, вот в этом виде, мы знаем, что она минимум один раз прошла экспертизу в автосалоне, автосалон ее выкупил и продал человеку как честную машину. Тоже могу немножко рассказать про то, какие там эксперты и как они работают, и как у них строится мотивация, потому что, ну, работа с ними уже несколько лет. Ну, ну, во-первых, да, у них, как бы, там, мотивация строит от того, что они должны совершить сделку, да, и, в принципе, все дилеры говорят о том, что, да, мы должны совершить сделку, и, прежде всего, мотивация сотрудника веб. Второй момент, как бы, да, это уровень нагрузки на сотрудников, уровень запросов, то есть когда там, ну, по сути дела, кто там сидит на оценке, приходит парень, обычный парень, который, скорее всего, в автобизнесе раньше не работал, проходит там трехмесячный, четырехмесячный... Курс молодого бойца, молодого продавца. Да, 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 и потом его бросают, как бы, вот в это все. И когда там у него проходит 10 автомобилей задней на оценку, да, конечно, он глянул, посмотрел на таблички, глянул, посмотрел на тетеньку, которая привезает этот автомобиль. Нет, проблема даже в другом. Опытный, действительно, скажем так, эксперт, но, который будет заниматься серьезно машиной, он не пойдет за такие деньги. Я к тому, что, вот, понимаете, вот салоны к нам, например, тоже иногда обращались, да, выходили там, а давайте мы у вас будем заказывать проверку. Давайте, а стоит это столько-то, ой, а что так дорого? А мы хотим там за тысячу рублей. А за тысячу рублей, дорогой ты мой товарищ, у тебя работает тот, кто вот такие машины пропускает, вот эта работа за тысячу рублей. Вот такие машины за тысячу рублей, вот такие эксперты пропускают. В чем вопрос? Им проще заложить один, два, три вот таких вот залетов в код, в бюджет, чем держать штат нормальных экспертов. Вот в чем проблема. А страдают обычные простые люди. Машина на год зависла, человек получил геморрой размером, не знаю, там в два-три месяца минимум, а то и год, и два, и три. И все, а все благодаря чему? Потому что вот эта машина, она прошла экспресс-диагностику, экспресс-проверку. К большому сожалению, такие слова и выражения, как гарантия юридической чистоты, автомобиль полностью проверен и прочие красивые выражения, они в контексте именно продажи автомобиля практически потеряли и утратили свой первоначальный смысл. Сейчас эти выражения больше напоминают какие-то пустые рекламные слоганы, какие-то непонятные лозунги. Но, друзья, все в ваших руках, проверяйте, думайте, смотрите, потому что никто вас насильно не тащит в кассу, никто не заставляет покупать тот либо иной автомобиль. Подумайте, проверьте, а потом покупайте. Теперь давайте о хорошем. Если вас интересуют цены на Сузуки Гранд Витара 2008 года выпуска, либо вы просто хотите узнать, насколько попал человек, который купил этот автомобиль, переходите на сайт Автору, вся актуальная информация по ценам именно там. Ссылка в описании под видео вот здесь вот будет полностью настроена, все фильтры будут выставлены, вам останется только нажать на ссылочку, перейти на Автору и посмотреть все своими глазами. Если у вас есть какие-то интересные истории, вы купили автомобиль, который оказался с проблемами, либо у вас есть подозрение, что у вас автомобиль с проблемами, пишите, звоните, самые интересные истории обязательно окажутся на моем канале. На сегодня все, всем пока.